друзья всем привет недавно было мое видео где играл вот этой колодой у меня было очень много ошибок я завелся и решил апнуть абсолютного чемпиона буду делать это либо вот этой колодой если не пойдет если будут какие-то сложности то попробую еще с электро драконом и то это у меня максимальная поэтому надо уже собраться и апнуть максимальную лигу в игре так что запасайтесь вкусняшками присаживайтесь поудобнее не забывайте про лайки подписки колокольчики и комментарии все это очень важно и приятного просмотра друзья вангвиш против меня чем играешь вангвиш не буду первым начинать у меня такие ситуативные достаточно карты в стартовой руке дракончиком отвечу на менее генераторов буду перед ним возможно танковать до буду танковать раз он не стал но и здесь торнадо дам чтобы и ведьмину бабку убить и я надеюсь что летучку тоже до летучку не добил понятно уже что у него за колода с королевскими рекрутами кабанов он сплит запускает это плохо для меня грамотное решение для него надеюсь что дальше он будет по одной стороне атаковать тогда будет легче законтрить например по левой потому что увидеть что на ней на 700 единиц здоровья меньше он сейчас без летучки у него только мини генераторы а у меня есть эликсир еще на заморозку поэтому отдаю и с учетом того что он до этого не очень грамотно поставила клетку с гоблином шар долетает то есть у него ответы на мой шар это летучка мини генераторы клетка с гоблином и возможно фаербол но я думаю что нет не фаербол потому что он бы его отдал если бы был если он ставит мини генераторы плюс ой летучку плюс клетку с гоблином то я могу атаковать уже с заморозкой заморозку просто надо будет отдать на мини генераторы что я и сделал так тот момент разобрали все это время происходило еще много чего но это я уже прокомментировать не успел потому что это очень важно понять когда на самом деле атаковать пламенного из глубины поставлю здесь очень важно не отдавать сплэш до того как понятно будет куда его отдавать то есть вот он сейчас мини генераторов поставил я в принципе могу вышибалу на правую сторону при этом левая сторона у меня уже более менее закрыта дровосеком и пламенным то есть надо теперь уравновесить по правой стороне здесь вышибала на вышибала это такая блокирующая уже карта то есть сюда уже максимум торнадо можно еще дать а вот теперь по левой стороне проблемы но я заморозку отдам и наверное пойду в атаку по левой стороне потому что у меня у дракончика еще половина запаса здоровья и шар буду накидывать только он не знаю долетит ли здесь я торнадо дам чтобы летучку законтрить здесь варварскую бочку уже можно сказать я ол-ин иду ну хорошо это того стоило здесь заморозка в защиту и победка ну как-то так как-то так беде против меня был такой футболист эмиль пенза угадать за какую сборную он играл проверка на футбольные знания футбольная викторина комментариях к этому видосу так дровосеком не хочу вообще получать никакого урона когда у меня десятка это не имеет никакого смысла темный принц варварская бочка чё это может быть давайте дракончика повыше поставим что больше ничего не выставлять это голем это скорее всего голем феникс у него имеется феникса сюда вытягиваем то есть вкладываемся по максимуму в наказание его этому сборщику я прекрасно знаю какой колоды он играет это метовая колода с големом с электродраконом но он уже допустил огромную ошибку первая ошибка это он поставил сборщик не будучи готовым спасти свою вышку то есть вышка у него умерла это огромный минус это его ставит в рамки сразу он сразу должен так окей давайте подождем пока за фокусится электро на этом и отдадим вот так заморозку темного закантрим варварской бочкой торнадо кстати плохое не разорвало связь луча с электродраконом и вот и все вот и все сборщик ему не помог потому что до двойного алексей эликсира даже сборщик ему него не вывезет он предлагает мне вторую вторую вышку до забрать давай заберем вторую вышку получается так активацию газешки сделаем и вообще все замечательно все а а вот теперь только он должен был ставить голема это первый оправданный голем в этой игре с для него потому что до этого он увидели что было он не смог поддержать свою атаку потерял две вышки потерял на половину газешку и все он ничего больше не может сделать хотя у него был очень подходящий матча для победы то есть мне это нечем убивать его сборщики он по большому счету должен был убедившись что в безопасности их выставлять один за другим и потом мне было бы крайне сложно ну а так так мне тоже сложно но блин а чё-то мне сложно что-то прям я не рассчитывал мне не должно было быть так сложно но это минус вышка у меня короче кто-то я это ну да видите как сложно против этой атаки против этой колоды вернее дефаться на двойном эликсире и как было просто на обычном то есть вот я не перестроился в этой игре и чуть не поплатился за это ну вернее даже вышку отдал у ким мумо две противовоздушные карты одна можно сказать противоназемная этого русская бочка поэтому одну противовоздушную могу скинуть дракончика в принципе так и делаю королева лучниц это может быть хок какой-то но это скорее всего колода с одной королевой лучность поэтому когда у меня так провоцирует я иду сразу же в атаку легко провоцируюсь так скажем эти пламенного так поставлю но не среагирует до королева да блин ну типа я должен был так играть но должен был защищаться лучше а в итоге ни туда ни сюда сыграл во русскую мог бы хотя по одной стороне лучше задефаться но с другой стороны распределил урон по двум вышкам и за счет этого не потерял ни одной и попросту дальше надо будет очень хорошо дефаться для этого надо активировать газетку без получения урона потому что любая тычка от хога сейчас будет фатально то есть я себе судил место для ошибок матча в принципе нормальный он должен но он у него землетрясение еще есть то есть он землетрясением с бревном может меня докидывать но извините 1200 до кидать землетрясением с бревном это это и надо умудриться позволить я моя задача что есть его грамотно напрягать вот он сейчас по левой стороне выставляет королеву это я зря это я не подумал что он то тоже будет прикрываться и это сейчас все вообще плохо я не знаю как я из этой ситуации буду выбираться надо как-то варварскую бочку чтоб королеву отвлекать то сюда и дракончика на убой потому что он прожмется он стопудово прожмется да еще и тычку получу ух все стало еще хуже хотя с правой стороны его тоже могу добрать но мне надо туда про атаковать для этого чтобы атаки здесь дорогие то есть дровосек шар вначале если королева поставит налево то пойду по правой молодец правильно делает начинает закидывать но я пошел короче время добивать и плюс заморозку даже это он на это он так аж и просто отдал вышку это он специальная или ошибка я пошел в газешку тогда у У него королева, типа, одна карта противовоздушная, она сейчас на поле боя, ему до нее снова не крутануться, как бы он не хотел. Поэтому мне ее было невыгодно даже убивать. Типа, за счет этого я почти полностью снес его ГЗ-шку. Так, здесь дефаемся. Но если что, я ему еще ГЗ-шку снесу. Не, не пригодилось. Да-да, братан, да-да. Да-да-да, скучно, скучно. Скучно, согласен. Кругулюр, кругулюр, кругуулор. Короче, а клан даже читать не буду. Язык сломать можно. Так, две подназемные карты у меня есть, активация ГЗ-шки. Спасибо. Идеально, идеальное начало. У нас теперь три вышки. Все просто замечательно, для него хуже некуда. Осталось только понять еще, чем он играет. Ага, поняли. Понятно, вернее, чем он играет. Ну, мне бы проконтр-атаковать как-то по левой стороне. Или даже по правой. Давайте по правой, чтобы... Во-первых, у нас здесь две цели. Это подтанчить его у пламенного дракона, чтобы он успел. И второе, отвлечь карты, которые будут угрожать нашему пламенному. Отлично, сжег. Здесь дракончик. А с чем он играет? С шариком или без? Если с шариком, то ему бы сейчас проатаковать по левой стороне было грамотно. Ну, вышибалу защитно пока играю. Сейчас пока летучка подлетит, я надеюсь, вышибала выйдет. Не выйдет? Не выйдет. Хреново тогда. Ну, пойдем по левой стороне в атаку. Этих торнадо сам законтрим. Чтобы вышибала, пожил хоть немножко. А то 5 единиц эликсира не хочется просто так. Здесь заморозка. Он на последний элик выставлял феникса, поэтому я уже по ситуации реагировал. Уже понятно было, что он после феникса ничего выставить не сможет. Поэтому заморозка имела смысл отдавать. Здесь продолжаем напрягать. Только по левой стороне. Ничего, эта тычка не стражит. Блин. Блин, надо было по правой. Это ошибка. Да, зря я поменял решение. Давайте ему подскажем, что так не планировалось. Ну и, короче, по левой иду в атаку. Скидываю параллельно карту, которая мне не нужна в защите. То есть мне в защите нужен пламенный дракон. Дракончик, шар мне никак не поможет. Это вот 4 единицы эликсира от него отвлекли. От атаки основной. Дальше на убой пришлось отдавать вышибалу, торнадо. Ну и все, эликсир у меня закончился. Сейчас буду выставлять с этого. Плохо. Снова надо атаковать по левой стороне. Заморозка наготове на этот раз. Блин. Ладно, тогда защищаемся, наверное. Или нет, заморозку. Лучше отдам заморозку. Долети. Блин. Я проиграл, походу. Я, походу, проиграл. Очень вероятно. Хотя, дракончик, если успею. Торнадо. Торнадо хорошее будет. Ой-ой-ой-ой. Хорошо. Все, отлично. Есть тогда шансы. Причем огромные. Сейчас даже можно атаку с дровосеком провести. Потому что я хорошо очень разменялся в защите сейчас. Только из глубины буду разгонять. И вышибалу поставлю танчить и против этих скелетов. А теперь погнали. Все, отлично. Убили клетку. Короче, заморозка. И долетаем. Долетаем же? Да, все. Но он хорош. Хорошо играл. Интересный был поединок. Поединок. Ой, че за ники. Попий буду его называть. Наверное, зря я пламенного выставил сначала. Надо было... Ну, не вышибал уже тоже с другой стороны выставлять. Так, здесь заморозка. Блин, ее бы пораньше отдать, чтобы успел разогреться пламенный. Сейчас получу урон. Но он торнадо все равно отдал. Я после этого только дровосека ставлю. То есть, понятно, что... Электрогиг на самом деле не очень хороший матчап для шара с заморозкой. Потому что придется мне еще и, блин, с лучницами. Придется мне, короче, заморозку всегда на защиту от электрогига оставлять. Ай, зараза. Ну все, придется получать урон сейчас. Пеглову, что у него вариация с лучницами. Лучницами и фениксом, по-моему. Если была бы одна противовоздушная карта и пушка. У него наверняка пушка, торнадо, весь, короче, набор джентльмена или электрогигского. Ну вот, сейчас будут проблемки. У него и молния есть наверняка. Надо будет, короче, пламенного ставить, провоцируя его под торнадо. И в момент, когда он дает торнадо, отдавать заморозку. Так, ну здесь надо дефаться сначала. Торнадо отдам. Придется дровосек оставить слева. Придется. Зараза. Здесь заморозку отдам. Ну да, у него совсем немного другая колода, не которой я думал. И не факт, что у него тогда молния имеется. Атаковать пока у него лучницы нет смысла. Поэтому просто дефаюсь. Вышибала сначала электродракон на другую сторону, потому что я боюсь, что у него молния. А здесь пламенный. И сейчас крутанусь до заморозки. Поэтому варварскую бочку скидываю. Все, даю заморозку и здесь дефаюсь. Пойдет. А в атаку попробуем? Давайте попробуем. Ой, он еще и убегает отсюда. Ну такое себе решение. Так, здесь торнадо. Здесь бочка. Успел бочку? Пожалуйста, успей. Хорошо. И здесь вынудили его скидывать торнадо в защиту. Поэтому можем спокойно пламенного выставлять. Здесь, правда, дровосекам надо страховаться. И шар сейчас сразу в атаку закидываю. Заморозка. Копим на заморозку. Я думаю, это хорошая атака. Ой-ой-ой. Так, давайте вот так вот. Чтобы защититься и... Блин, надо было... Да хотя нет, наверное... Да как еще было? Так, ну он снова отдал торнадо в защиту. Блин, дровосека надо ставить. Или торнадо надо было лучше. А-а-а-а-а... Продул походу. Так, пламенного надо. И заморозку отдаю сразу. Вот, хорошо получилось сейчас задефаться. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте дровосек. Мне надо один раз очень хорошо задефаться. Вот сейчас можно попробовать. Сейчас тройной эликсир тем более. И он с моста зачем-то атакует. Это большая ошибка. Все, легко задефался. И все, ему теперь хана. Я ее теперь уже не отпущу. Торнадо. Заморозочка сейчас будет. На лучнице, естественно. И торнадо ему не поможет уже. Да, все. Ну, сложная игра. Против неудобной колоды. Но на тройном эликсире раздавили все-таки. Галларда. Ну, Галларда. Все знают этого простого пацана. Из Новокузьминок. Галларда Степанович. Пщик. Интересная фамилия тоже у него. Вернее, Галларда Степанович Гриб. Вот. Вот так вот, скорее всего. О, Галларда. Ты реально. Ты реально. Фамилию мы, походу, угадали. Не, на самом деле, это, по-моему, зеркалка, друзья. Тем интереснее. Можно будет заморозку сейчас. А, нет, смотрите, мини-пека. Тринадцатый пламенный. Сейчас должен быстро сплавиться. А что у него за колода такая? Все очень похоже на мою, но... С мини-пекой, что ли, вместо дровосека? Давай. У меня вышибала, вот, например, есть. У тебя есть? Ё-пара-с-э-тэ. Я, вообще-то, вышибалу предлагал посмотреть. Ну, что, Торнадо есть смысл? Нет смысла, я думаю. Давайте попробуем. Все-таки есть вышибала. А что, вовремя нельзя не показать? Да, это, короче, зеркалка, но у него этот самый... Мини-пека. И в атаку сейчас нет смысла. Ух, какое начало-то. Но я могу теперь уверенно Электродракона налево ставить и блокировать атаку, возможно. Если он пойдет по правой, то я вышибалу вот так поставлю и там Торнадо, потом что-нибудь придумаю. Ну, а так я тогда пошел в атаку, раз он ничего не выставил, не пошел агрессивить. Здесь, естественно, заморозка. У него тоже заморозка, но у меня еще Торнадо есть. Да, и у него тоже Торнадо есть. Так, вышибалу поставлю сразу. Тем самым заблокирую возможную атаку, то есть усиливаю левую сторону максимально. Дорогую карту сюда ставлю. И пойду в атаку. А что, у меня Электродракон? Это большой бонус на самом деле. Я могу его пламенного преодолевать за счет этого, поэтому Торнадо... Ай-яй-яй! Ни разу не успел тычку дать Электродракон. Долети? Не, не долети, да? Долети! Опа! Опа-па! Ух, как все перевернулось! Как все поменялось за одну атаку! Ух! Нормально, нормально, порубились! Аоо, бровни! Бровни, можно я буду называть тебя бровьей? Играем против бровей, играем бровями. Те играют бровями. Правда, там, по-моему, по-другому немножко пелось. Блин. Это что, Хок против меня? Если Хок, тогда зачем я отдал Торнадо? Кто-нибудь подскажет? Ё-п-р-с-а-т-э! У-у-у, добей! Хорошо! И не умри, пожалуйста! Не умри теперь! Хорошо! Ну-у-у! Пока я смеялся над его бровями, мне снесли пол лица просто по левой стороне. Придется схавать! А что делать? Видите, у меня до сих пор эликсир не фул, и что-то выставлять на духа мне, из-за того, что у меня было в руке, ну, как бы было накладно. Тем более, теперь я знаю, против чего играю, мне надо будет, короче, активировать ГЗ-шку, и дальше опять безошибочно. Заморозку дам? Блин, не успел. Конечно, надо давать, желательно, в тот момент, когда она, до того, как она ушла в инвиз. Хотя... Ну, в этой ситуации выгоднее было бы, да, до того, как она ушла в инвиз. Тогда бы дровосек ее сломал. Ну, варварскую бочку вот можно скинуть против этого духа, типа, минус один, плюс у меня еще было достаточное количество элика. Если сейчас... Куда-то он забайтится, выставит королеву, то можно будет шариком по другой стороне. Ну, не, он ее просто так-то не отдаст стопудово. Шар в атаку, и заморозка у нас уже тоже имеется. Заморозку... Блин, по-моему, перемудрил, не? Хотя, не, нормально, нормально. И заморозку в атаку. Хорошо. Здесь дровосекам уж придется дефаться. Опа, все, минус вышка. А сначала показалось, что перемудрил. Ну, все, теперь дефаемся по левой. Максимально просто. Сразу блокирую вышибал и намекаю ему, что ловить нечего. Угу. Решил по другой. Варварская бочка тогда и торнадо здесь. Не ошибиться главное. Ну, одна тычка пойдет. У меня запас здоровья позволял выждать, и чтобы наверняка это сделать. Так, заморозку сюда сразу. И дровосекам добиваем. Все. А что ты? Все честно. Решающее. Важнейшее. Давайте ее заруиним. Не, давайте скинем варварскую. Нет, не, не. Ай, вы только что видели, как я ушел от соблазна заруинить катку. Хотя можно было бы потом, наверное, активировать ГЗ-шку, но с того положения не факт. Давайте вот с этого попробуем. Хотя электродракон все испортит. Да, блин, а нет. Электродракон не успел же, да, зажахнуть. Короче, коряво исполнение. О, ну я понял, против чего мы играем. Торнадо бы мне, кстати, сейчас пригодилось. Успею? Не, я не понял, против чего мы играем. Это немножко не то, что я думал. Я думал с гоблинской... А, ну там и гоблинская бу... А, все. Я понял, что это за колода. Это очень крутая колода. Я про нее как-нибудь сделаю отдельное видео. У него лучницы еще должны быть. Да, это жесткая колода. Если он правильно будет использовать ее, если он знает все фишки, то это классная и очень интересная дека. Ой, друзья, сниму про нее видео, тоже кайфанете. Там несколько фишек есть, которые просто очень сложно контрятся. Так, давайте электродракона. Раз он перекопался, уже понятно, отсюда он не убежит. И торнадо дам. Здесь дровосек. Успей. Хорошо. До двойного эликсира мне вообще атаковать смысла нет. Просто никакого. У него слишком быстрая и жесткая дека, чтобы с ним конкурировать в разменах на до двойного эликсира. Только терпеть. И его выпады ловить. То есть никаких переходов агрессивных. Только на разменах играем. Так, давайте электродракон. Может, если что, пламенного придется ставить, если он перекопается. Да. И дровосеком ловим его эту повозку. Ну, это он уже, по-моему, перебарщивает, не? Чем он надо защищаться сейчас будет? У него противовоздух-то только лучницы, по идее. Ну, еще, да, еще принцесса, но... Удачи. Удачи, братан. Вот видите, он не перестроился. Ситуация изменилась. Уже начался двойной эликсир. Здесь ему надо было уже играть иначе. Все, ему надо было играть от защиты. Его время закончилось. Теперь мои размены играют. Теперь я разваливаю кабины. А он этого не учел. Плюс я все это время терпел и пытался не отстать по эликсиру. Настала моя эпоха, и я стал абсолютным чемпионом. Хорошая игра на самом деле. Многие вариации шариков я перепробовал. Да, 79% всего лишь. Процент побед. Но я все равно очень доволен. На этом аккаунте я открыл новую моду, достиг новой лиги, и это прекрасно. Что ж, вот и очередной абсолютный чемпион. На этот раз веткой, шариком и заморозкой. Ну и шариком я играл быстрым также в этом сезоне. Этой колодой не играл. Вот эта вот колода была основной по подъему по лигам. И вот эта. Который, собственно, и апнул финальный результат. Больше всего мне нравится, честно скажу, вот эта вариация. Пройдя этот путь, могу сказать, что действительно она была самой универсальной. Но быстрее подниматься в определенном промежутке было колодой с быстрым шариком. Там люди не так хорошо защищаются от этого, поэтому быстро апалась лига. А вот начиная с королевского чемпиона, конечно же, шар с заморозкой. Может быть даже раньше, да, лигой раньше. Так что, друзья, вот такой был опыт в этом сезоне. Надеюсь, вам понравилось это видео. До встречи. Пока.